Настоящая жизнь, со мнойская правда Новости В студии Вероника Борисенкова, здравствуйте Хроники коронавируса Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч Это следует из данных университета Джонса Копкинса Он ведет официальную статистику Число заразившихся на планете более 10 миллионов Вылечились около 5 миллионов Лидирует по инфицированию по-прежнему штаты Там более 2,5 миллионов случаев COVID-19 И в этой же стране и больше всего умерших 125 747 Далее идет Бразилия Там скончались более 57 тысяч человек На третьей строчке этого антирейтинга Великобритания 44 тысячи В России по последним данным 634 437 случаев коронавируса Скончались за все время пандемии 9073 человека, выздоровели почти 400 тысяч Ну а тем временем более 100 мировых лидеров Включая 18 лауреатов Нобелевской премии мира Подписали письмо, в котором призывают Сделать вакцины против коронавируса Доступными по всему миру То есть бесплатными В качестве общего блага К этой инициативе присоединились Бывшие президенты политики Также всемирно известные артисты и режиссеры Например, лауреат Нобелевской премии мира Экс-президент СССР Михаил Горбачев Бывший президент Еврокомиссии И бывший премьер Италии Романа Проди Актеры Джордж Куни, Мэтт Дэймон, Шерен Стоун и другие Почти 400 россиян вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом Это жители разных регионов страны Среди них 15 младенцев Все они не могли выехать из Америки Ранее из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией Как сообщил послор России в США Наталья Антонов Среди пассажиров, в том числе и те, кто находился В так называемом гуманитарном списке 24 пожилых человека Больные, проходившие в штатах лечения и реабилитацию Или имеющие инвалидность В Приморском крае запаводка ввели режим ЧС в двух районах В этом регионе идут сильные дожди Так на территории Чугуевского муниципального округа И Кавалеровского района уровень воды в реках Превысил неблагоприятные отметки, подтопленные придомовые территории И некоторые участки дорог Почти 60% жителей Токио выступают за новую отсрочку Или отмену Олимпиады Это данные свежего соцопроса, проведенного местными СМИ Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа этого года Но из-за пандемии соревнования перенесли Теперь они запланированы на следующий год С 23 июля по 8 августа Официальный курс доллара сегодня 69.13 евро Это тесно связано с ценой на нефть, а ее трудно спрогнозировать Греф, по его словам, доверяет одному из самых опытных аналитиков Генри Гробу Тот называет цену на нефть на конец года 60-62 доллара за баррель Пока тенденции таковы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова